Среди собственников помещений в многоквартирных жилых домах Одинцовского округа набирают популярность общие собрания в электронном виде. Электронное голосование осуществляется на портале ЕАС ЖКХ Московской области. Это электронное голосование признается ГЖИ как полномочное. Оно по законодательству на сегодняшний день является равноценным бумажному голосованию. И на сегодняшний день оно также имеет возможность проведения вначале в очной форме, потом переход в заочную форму, то есть в электронную. Для получения возможности проголосовать необходимо лишь войти в единую информационно-аналитическую систему ЖКХ с помощью подтвержденной учетной записи госуслуг, а также указать адрес собственности на странице общих собраний. После этого можно принимать участие в уже существующих голосованиях, самому организовать собрание или провести электронный опрос. Вам не надо никуда идти, вам не надо ни с кем встречаться, вам не надо ничего подписывать. Просто нажали да, либо нет. Ну, либо воздержался, там есть тоже такая возможность. И ваше мнение по данному вопросу учтено. Для тех, у кого нет возможности воспользоваться компьютером или гаджетами, предусмотрено и обычное голосование на бумажных бланках с обязательной подписью в согласии на обработку персональных данных. Администратор собрания их распечатает с сайта ЕАС ЖКХ, а после заполнения отсканирует и внесет данные в систему. Кстати, участвовать в электронных референдумах смогут собственники не только жилых, но и нежилых помещений. Нежилые помещения тоже имеют право принимать участие в этом голосовании. Это, кстати, очень позитивно было воспринято бизнес-сообществом, потому что они говорят, ну, у нас нет возможности присутствовать на наших всех объектах, а вот дистанционно принимать участие в голосовании нам комфортно, нам достаточно дать команду соответствующую службу, и они будут тоже принимать участие в жизни дома. Кроме того, электронное голосование экономит время не только участников, но и организаторов. Система автоматически сформирует все необходимые документы, персональные бланки для голосования и протокол, который появится в системе уже через час после окончания собрания. Это намного удобнее, потому что и в обычное время проводить собрание в МКД – это большая-большая проблема. А это, я думаю, облегчит жизнь жителей, тем более многие заняты, многие работают, занимаются своими личными делами. И, конечно, надо пользоваться благами современной цивилизации. И я считаю, что это инициатива, это направление правильное, своевременное и важное. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, Денис Харламов. Телекомпания Одинцова.